У меня звук слышит, ты, Игорь, слышишь меня? Да, я тебя слышу, может, на комнате сидим. У тебя звук включен? Да, включен. Да, я изначально знала, что смена будет проводиться онлайн. К нему не были готовы как мы, так и дети. В каком-то широком, наверное, смысле. Ну, вообще этот год уникален, да? И очень много чего пришлось переводить в онлайн, в том числе и те сферы деятельности, которые мы с вами в онлайне не представляли. Как, например, работа руками. Моё опасение было, что дети будут вставать, потому что с 10 утра до 9 вечера это тяжело. Постоянно быть на связи, постоянно выходить в Zoom, постоянно что-то делать каждый день с утра до вечера. 6.25. Ура! Новый день начался! Я всегда морально готова к худшему, но я стараюсь не рисовать это худшее, поэтому у меня не было как таковых прям страшных опасений. Я просто была готова к тому, что будет сложно. Мы сегодня приехали очень рано утром для того, чтобы закупить коробки для нашего нового проекта. Вот сейчас мои коллеги грузят. Наше утро начинается вот так. Мы запускаем какие-нибудь интро-ролики для народа, который подключается к нам. Я настраиваю все каналы. Игорь Яныч иногда приезжает ко мне, иногда нет собак, иногда из дома и не из дома. Он сидит вон там, у нас постоянно эхо. Он просит его не снимать, но это нормально. Хорошо, иди сюда, быстрее ко мне, давай, давай, come on! Вот Федя достает глину. Мы привезли 250 килограмм глины. Сейчас мы будем делить для всех ребят. Семен надел перчатки и маску, и сейчас он пойдет раскладывать шланги. Это у нас подготовленные коробки к доставке. Сегодняшнее задание следующее. Вам нужно попробовать придумать прототип дизайна или готового изделия, которое можно устанавливать в городе. Когда ты хочешь очень сильно им помочь, когда ты знаешь ответ, ты знаешь, как это делать, и ты вот хочешь быть рядом, но этого не получается, к сожалению. И поэтому ты держишь кулачки, чтобы у него все получилось там, дома, самостоятельно или с родителями. Смотри, видишь, у тебя вот это вот колесико. Вот оно. Да. Вот. Ты сверху крепишь вот такой вот диск. Вот я показал место крепления. Вот так вот работает наставник в дикой природе. О, Боже! Да, со своими детьми. Кто вырываете? Можно сделать что-то на столе, как прототип, который был бы объектом, который бы хотели бы в реале потом оплатить в жизнь. Ваня, погоди, мы тут сейчас это... Я работаю с детьми. Вот так вот. Вот так вот. Ты как велигонка. Велигонка. Да. Ты, Эль, изделие, которое я хочу собрать. Сейчас попробую, чтобы не бери сразу. Ты, может, эти заберите палочки хочешь? Очень хочу. Успех сделанных работ, обратная связь от детей. Когда ты с ними все-таки созваниваешься, будь то один человек, два, там, или три, и они такие, вау, у меня получилось! Это клево. Это, наверное, единственное, что может вдохновлять, когда ты работаешь с детьми, это их успехи, это их победы, их радость искренняя, что у них все получилось. То, если вы собираетесь скрепить и удлинять, но лучше с двух сторон вот такую штуку сделать. Думала, будет больше ребят, которые хотят хулиганить, как-то пытаться вывести из равновесия коллег, но все удачно справились, и заслуга тех преподавателей, которые работают... Ну, при правильном планировании и при наличии горящих глаз получилось, получилось, я считаю, вполне... Короче, принес коробки. Все, все довольны. Вот участник, можешь, ты. Все, отлично. Участник, передай привет. Че, получил коробки, че? КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok